Будущий пионер давал клятву пионерскую, ему повязывали галстук и одевали вот такой вот пионерский значок. Галстук одевать просто, к этому привыкаешь. То есть тут простой узелок такой? Простой узелочек такой, да, его потом расправляли, вот так это все делалось. Первыми в пионеры принимали лучших, в их числе была и Светлана Устюгова. Торжественная церемония проходила в самом центре Москвы, в музее Ленина, сразу после экскурсия в Мавзолей. В Мавзолей всегда стояла очередь, нас пропустили без очереди, мы бежали, расстегнув свое пальто, чтобы все видели, что мы уже пионеры. Этот день запомнился на всю жизнь, это было очень торжественно, очень душевно. Пионер предан Родине, партии, коммунизму, равняется на героев борьбы и труда, чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества. Он лучший в учебе, труде и спорте. Законы пионеров Светлана помнит до сих пор, тогда это были не просто слова. У нас были очень хорошие мероприятия, и вот, кстати, сброшенных стариков, вот, кстати, не было, потому что всегда все были в округе на учете, и мы обязательно посещали их, это раз. Потом мы, естественно, списывались, постоянно в переписке были с организациями пионерскими других городов и других стран. Галстук и значок, горн, барабан, пионерское знамя и, конечно, ностальгия у тех, кто был пионером. А еще чемодан. С такими пионеры ездили в летние лагеря. В нем все самое необходимое. В пионерские лагеря собирались уже с осени, это я знаю точно по себе. Уже начинали складывать чемодан в осень, а когда возвращались. Потому что пионер всегда готов. Всегда готов ко всему, да, ко всему хорошему. В сентябре 91-го года пионерская организация прекратила свое существование. Но россияне все чаще говорят о необходимости ее возродить. 19 мая в Госдуму был внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Он сейчас находится на рассмотрении. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...